АЛЛЮЗИЯ 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 Весьма своевременное напоминание. АЛЛЮЗИЯ представляет собой обращение к некоему тексту, хорошо известному читателю и слушателю. А в противном случае без знания текста историческая аЛЛЮЗИЯ не срабатывает. Необходимо иметь представление о том, что случилось с Пушкиным в столице, то есть на севере. Помнить содержание пьесы Грибоедова, иметь представление о том, что случилось со шведами под Полтавой, с французами на Березине. АЛЛЮЗИЯ бывают общеизвестными. Как приведенные выше, так и контекстными. Последние понятны только в определенную эпоху, современникам. А по прошествии какого-то времени они теряют свой аллюзивный смысл. Так Владимир Маяковский в свое время написал. Кудреватые метрейки, мудреватые кудрейки. Сегодня такая игра словам большинству читателей ничего не говорит, так как они не знают таких поэтов-современников Маяковского, как Митрейкин и Кудрейка. Аллюзию можно относить к изопову языку. Он часто используется для вуалирования смысла в условиях подцензурной печати. Аллюзия – это своеобразная глубина художественной памяти. Если вы не знаете, кто в мировой художественной культуре младенцем плыл по Нилу, то вы не сможете понять смысл аллюзию Цветаевой. У камина ночи коротаю, все качаю и качаю маленького сына. Лучше бы тебе по Нилу плыть дитя в корзине. Позабыл отец твой милый о прекрасном сыне, царский сон оберегая. А это был Моисей, основоположник иудаизма и пророк Ветхого Завета. Он сплотил все колена Израиля в единый народ. И становится понятна судьба, которую желала своему сыну лирическая героиня Марина Цветаевой. С праздником!